Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Честное мнение» в студии Тимофей Обухов и Светлана Ларина. Наша зрительница Антонина Панькова в ВКонтакте предлагает следующую тему «Отношение к женщинам или мужчинам с детьми в общественных местах, в том числе в общественном транспорте. Пока не было детей, я не обращала на эту проблему внимания, но сейчас меня очень возмущает отношение нынешней молодежи к молодым мамочкам. Да просто элементарно освободить место в автобусе, которое предназначено для колясок. Не освобождают, пока очень настойчиво не попросишь». Друзья, сталкивались ли вы с подобной проблемой? В чем ее причины и как это лечится? И по какую сторону вот этого барьера вы оказывались? Вы были теми, кто должен уступить и кто уступить не хотел? Или, может быть, человек, вошедший в транспорт, сразу начинал предъявлять свои права и обвинять, хотя вы бы и так встали? Или вы были той самой мамочкой, которая еле-еле затащилась в трамвай или троллейбус с коляской и с маленьким ребенком и так и не добилась сочувствия в виде элементарного вставания с места от окружающих? В общем, масса вариантов. Ждем ваше честное мнение. Звоните нам по телефону 379-65-70, код города 343. Пишите ВКонтакте и на форуме телеканала «Союз». Предлагаю начать с небольшого первого сообщения, которое пришло к нам от Татьяны Крупковой. Здравствуйте, дорогие. Обычно место уступает сразу, стоит лишь к сиденью подойти. Но как противно смотреть, когда молодая мать едва зайдет, так кричать начинает. Ей место уступит, она еще полчаса возмущается по поводу нынешней молодежи. Не нужно напрасно на молодежь возводить, ведь ни одна мамочка с ребенком на руках в автобусе не стоит. «Самим скромнее нужно быть и с ребенком на перевес, на амбразуры не бросаться. Не для этого Господь детей дает». Вот такое вот немножко противоположное мнение, да? Да, меня только смущает постановка вопроса и в самой теме программы, и в том, что пишет Татьяна Викторовна. Ведь, как правило, молодая мамочка и сама к молодежи относится. И в устах молодой женщины возмущение молодежью услышать, мне кажется, сложно. И вот здесь мне непонятно, эта ситуация гипотетическая все-таки, или же наши зрительницы описывают совершенно реальные истории. У нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Говорите, вы в эфире, мы вас слушаем. Алло, добрый день. Уважаемый ведущий Тимофей, Светлана. Здравствуйте, а как вас зовут и откуда вы звоните? Тимофей, Екатеринбург, я, в общем-то, несколько раз недавно звонил тоже вам. Да-да. Вот, вы знаете, я был в ситуации, значит, человека, занимающего место, соберегающего его для тех, кому оно необходимо. То есть я садился, я ездил в пустое место, садился и ждал, когда появится человек, достойный для того, чтобы сесть. Пожилой человек, девушка, женщина, там, уставший мужчина, идущий с работы, старик. Ну вот, и как бы вот я старался это место сохранить, видел, соблазался, я его занимал, опять так же уступал. Значит, хочу сказать, статистика такая. Я живу в Екатеринбурге с 2002 года, коэффициент запаса. Вот, значит, я заметил такую ситуацию, что, значит, вот эти 14 лет, ну, когда я живу в Екатеринбурге, произошло качественное изменение. То есть молодые люди до 16-18 лет стали место уступать, причем активно, даже соревноваться. В Аккину вступают места ребята с Кавказа. Не менее, ребята с этого, ну, с Кыргызстана, вот, с кавказских стран, которые, ну, с азиатской, которые, значит, ну, не все. Некоторые, значит, усиленно там, как бы, держатся. Ну, и мужчины лет 30-35 тоже усиленно сидят, значит, не обращают внимания. Ну, а мужчины старшего возраста, те вроде бы, встают, там, лет 40-45 и встают. Вот такая у меня статистика. Просите, что я занял ваше время. Наоборот, мы вам очень благодарны, спасибо огромное. Ну, вот... Очень интересно, на самом деле, вот, такую жизненную позицию, что, да, хранителям места и для того, чтобы не просто подумать, а еще и позаботиться об этом. Вот, офицер запаса. Офицеры бывшими не бывают. Нам пишет Татьяна Суслова, Антонина права. Напомню, Антонина Панькова задала нам как раз эту тему. Очень часто, к сожалению, стараются усиленно смотреть в окно в надежде, что кто-то другой посадит маму с ребенком, ведь так не хочется расставаться с уютным местечком и виртуальным миром маленького экранчика. Увы, причина банальная, эгоизм. А вот как лечить? Тема слишком глобальна, но в каждом конкретном случае очевидно одно – нужно вежливо попросить уступить место и обязательно, выделенное это слово, помолиться за того, кого пришлось просить, причем помолиться с сочувствием к нему, бедняге, чего-то еще недопонимающему. Вдумаемся в словосочетание «уступить место друг другу». Так что, вот, дорогие друзья, спасибо, Татьяна Порфирьевна. У нас еще звонок. Здравствуйте, давайте с вами познакомимся. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Елена. Откуда вы? Я из Екатеринбурга. Я как бы пока еще не пенсионерка, но сейчас тоже попала в такую ситуацию, что хожу с тросточкой и, наверное, еще буду ходить несколько месяцев. И сейчас захожу в транспорт. И, в общем-то, я приятно удивлена, что люди встают и предлагают даже не одно, несколько мест, а если я устаю идти по улице, мне приходится зайти в какое-то учебное заведение. Ну, можно даже обратиться с просьбой. Вот я недавно совсем обращалась к студентам, и сразу встало тоже несколько девушек. Поэтому не так уж у нас и плоха молодежь, как говорят, все равно. И болящий человек, он тоже всегда может и должен попросить, если что-то произошло о помощи. Спасибо большое вам. Спасибо вам огромное. Вот я, кстати, помню ситуацию, когда ехала в транспорте, уже сильно беременная. Ну, все было занято, сидели два молодых человека. Но дело было летом, поэтому девятый месяц беременности уже не в шубе, это все-таки в легком платье. И вот они на меня периодически поглядывали, а я на них. И вот с одной стороны, конечно, наверное, они не правы, что ни один из них не встал. А с другой стороны, не права я. Потому что чем внутренне накаляться и бурчать, кто их воспитывал и так далее, надо было просто попросить. И вот если бы уж отказали, ну тогда уж ладно, бурчи. А вот поскольку просьба прямой не последовала, а может быть им нужен был вот этот вот небольшой толчок, вот эта ступенечка, да. И может быть они бы оба прям вскочили бы с радостью и еще вот на перебой бы место предложили. Так что вот это я помню, да, что иногда мы стесняемся попросить. И ладно бы только стеснялись, мы же осуждать начинаем тех, кто нам вот не оказал услугу, о которой мы, в общем-то, молчали. А я хочу еще поблагодарить нашу телезрительницу из Екатеринбурга, которая дозвонилась, да, и мы надеемся, что с Божьей помощью все-таки как-то и со здоровьем поправиться, и тросточка со временем тоже уже не нужна будет. И вот, кстати, про тросточку тоже есть история. И тебе рассказы были перед эфиром. Давай, давай, перед эфиром и правда. Это было далеко, больше четверти века назад. Я тоже была беременная, как всегда, в ту пору. И я ехала в трамвае. Он был заполнен таким образом, что были заняты только сидячие места, но они были все заняты. Ну, и я сидела где-то на первых местах, но моя куртка достаточно хорошо скрывала мой живот в положении сидя. Вошел мужчина, он с тросточкой. Он не то чтобы старичок, но он пожилой. И вот трамвай, поскольку мотала, ему было очень неудобно стоять. А стоял он как раз рядом с моим сидением. А поскольку я себя очень хорошо чувствовала, то есть это не было каким-то там подвигом с моей стороны, я очень просто, значит, встала и сказала, садитесь. Когда он сел, а я встала рядом, он увидел мой живот. И он сказал, что вы, что вы, что вы, я никак не могу этого позволить, и усадил меня обратно. В это время я слышу сзади голос «Мужчина, садитесь, я все равно выхожу, садитесь». Он садится, тот, кто уступил его место, проходит вперед к выходу, и я вижу, что у этого мужчины пустой рукав. Вот так три инвалида друг к другу в трамвай место вступать. Заботились друг о друге. Ну да. Еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Давайте с вами познакомимся. Как вас зовут, откуда нам дозвонились? Здравствуйте. Здравствуйте. Я в Подмосковье вам звоню. Как вас зовут? Скажите, пожалуйста, и расскажите, что думаете. Меня зовут Юрий Алексеевич. Я из Подмосковья. Я вам хочу рассказать, что вырос я в городе Баку. И там, кстати говоря, мы как бы были подростками, детьми. Нас родители поднимали. Вообще, если мы сидим в автобусе, заходит старший товарищ или женщина, или мужчина старший по возрасту, нам мама подсказывала о том, что встань и уступи место. И поэтому мы уже, когда самостоятельно ездили в автобусах, мы практически никогда не сидели. Потому что в нашем мире мы знали, что если мы сядем, то нас все равно поднимут. Поэтому мы всегда уступали место. Уже переехав в Подмосковье, живя в Москве, я наблюдаю. Правильно ваш товарищ сказал, что люди, которые приезжают из Кавказа, Средней Азии, первые два месяца, они ничего поднимаются. А вот как только они начинают устраиваться нормально, то они перестают. Потому что, наблюдая за нами, которые, коренные жители, не уступают месту в общественном транспорте, они тоже перестают вставать. Потому что, когда первое время я переехал, меня сразу определяли, что вы не москвич, потому что я в 40 лет переехал. В 40 лет я уступал месту. Они говорят, нет, вы не отсюда, вы не москвич. Поэтому вы уступаете месту. Юрий Алексеевич, скажите, пожалуйста, а с какого возраста мама вас поднимала уже? То есть в каком возрасте уже надо было вставать? С 7-летнего возраста. С 7-летнего возраста. Так что мы их стояли. Спасибо огромное. Спасибо. Вот по поводу «мама поднимала». Тоже наши зрители пишут. Сейчас у меня тут какие-то неполадки технические. А пока ты ищешь, да, Александр Владимирович написал, я вот инвалид, всегда в транспорте уступает место. Место не уступает, правда, в метро. Так было часто, когда садился в метро Екатеринбурга. Ладно, еду недолго и могу постоять минут 5. А Елена Гладкова написала, нам кассиры есть. Ну, она, наверное, имела в виду. Вполне можно обратиться к ним. Они должны смотреть за порядком в транспорте, ведь есть специальные места для детей-инвалидов. Ну, в общем, тоже да. На Фейсбуке. Натали. С подобной проблемой сталкиваюсь регулярно. А еще в транспорте часто вижу такую картину. Мама с ребенком младшего школьного возраста. Младшего школьного возраста. Усаживает ребенка, мальчика, восклицательный знак, на свободное место, а сама стоит рядом. Или папа с сыном едут сидя, не обращая внимания, что вокруг стоят женщины. Вот и все причины. Отсутствие положительного примера и правильного воспитания со стороны взрослых. А потом удивляемся, что молодежь нынче не та. А может, вспомним, что молодежь – это наши дети, которых воспитываем мы, взрослые. Спасибо. Еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Слушаем вас. Пожалуйста, скажите, как вас зовут? Меня зовут Ирина. Откуда вы звоните? Да, очень приятно. Слушаем вас. Я из Долгопрудного. Ирина. Ирина, говорите, пожалуйста, только выключите звук телевизора, он вас сбивает. Я хотела вот что сказать. Дело в том, что я пенсионерка, и мне все уступают местом. И самое интересное то, что в молодости я тоже уступала пожилым людям место. И я сделала такую статистику. Кто в молодости уступает место, тот, как правило, ему уступают в зрелом возрасте тоже место. Спасибо огромное. Ну, стало быть, и на мамочек с детьми это тоже можно спроецировать, да? Людмила Виноградова на фейсбуке очень быстро в заключении, чтобы дети не вырастали эгоистами, не уступающими место, нужно самим родителям заботиться об их воспитании. С шести лет я уже не сажала детей и внуков. Они стояли у кабиночки водителя. И до сих пор они садятся только в маршрутке. А если делать из ребенка кумира, сейчас, будучи бабуш... Ой, простите, перескочила. А если делать из ребенка кумира, ну, в общем, понятно, да? Чем-то все заканчивается. Тем более недопустимо, если ребенок сидит как король, а родитель стоит рядом. Горькие плоды придется пожинать такому родителю. Спасибо вам огромное, друзья, всем, кто поучаствовал в этой программе. В общем, делаем выводы. И вот нам еще тут предложили поговорить о детоубийствах. Мне кажется, что в каком-то смысле эти темы перекликаются. Но все-таки мы на завтра оставим вот эту же вот трепещущую проблему. Есть еще время. Давай посчитаю еще один комментарий. Это Андрей Сметанолюбов. Я тоже много раз был свидетелем того, как только что зашедшие в автобус маме с детьми уступали место, причем сразу два или три человека. А вот молодые люди с наушниками в ушах не всегда уступают место мамочкам с детьми. Многим из них не до этого. Они всецело погружены в то, что звучит в их них ушах. Еще замечал такое. Если такие молодые люди с музыкой в ушах даже стоят в транспорте, они телом в автобусе, а мыслями непонятно где. И тем же самым мамочкам, чтобы пройти к освободившемуся для них месту, приходится подталкивать человека с наушниками. И потом уже, когда тот вытянет с уха хотя бы один наушник, попросить пропустить его к свободному месту. Иначе не получается. Ну, в общем, вывод. Вот надо все-таки очень вежливо и максимально доброжелательно просить. Если тебе нужна помощь, стараться не осуждать, если эту помощь не предоставили. Если отклика не было. И детей, конечно, не баловать. Иначе из них, как писал Андерсон, вырастают разбойники. Спасибо вам. Это были Тимофей Обухов. И Светлана Владимировна. Программа «Честное мнение». Даст Бог. Завтра увидимся. Любовь обухов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДастOne movie. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА